Внимание! Говорит оперативный дежурный государственного казенного учреждения Самарской области. Проводится комплексная проверка региональной автоматизированной системы центрального оповещения Самарской области. По всей Самарской области сегодня раздался гул сирены. Проводилась проверка системы оповещения граждан. Услышав тревожные звуки, жители должны включить телевизор или радиоприемник и прослушать информационное сообщение. Сегодня, 3 марта, в соответствии с планом основных мероприятий Самарской области, проводится комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Самарской области с включением сирен, сиренно-речевых установок, а также с замещением вещания 10 телевизионных и 3 радиоканалов. Оповещение проводится в автоматизированном режиме на 36% и вручном на 64%. На улице сирена включается на 3 минуты и тем самым подается сигнал «Внимание всем». В торговых центрах и в общественном транспорте граждан оповещают голосом. В конце действия на всех площадках произносится фраза «Техническая проверка». На 10 телеканалах проводится перерыв вещаний на 1 минуту, но далеко не все граждане об этом знают. Искать бомбоубежище, прятаться, быть наготове к чему-то страшному. В наше время, сегодняшнее, настоящее, для чего она может звучать? Какая-то тренировочная может быть сирена, предупредительная. Во время сирены включить радио, слушать сообщения, а так особо ничего не надо делать. Региональная система оповещения была создана в 1987 году. Она охватывает все городские округа и районы. Можно как выборочно, так и циркулярно проводить оповещения граждан. В местах, где с большой вероятностью происходит наводнение, установлена комплексная система экстренного оповещения. Все подтверждения с муниципальных образований получены оперативным дежурным. Но более подробная информация о количестве сработанных сирен, соответственно, будет поступать уже по мере поступления докладов из муниципальных образований. Аппаратуре оповещения уже более 30 лет. Она выработала свой технологический ресурс и не может работать с цифровыми сетями. Поэтому с 2018 года идет переоснащение. В регионе к 2029 году должны появиться более тысячи новых систем оповещения. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Константин Головин. События.